Атаман, Атаманушка, Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! В Северском Доме Культуры состоялась 33-я открытая сессия Совета Муниципального Образования «Северский район» под председательством Василия Папандопола. В рамках месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы в фойе для жителей была представлена выставка из коллекции военной формы советского периода, макетов боя и фотографий солдат, которые освобождали станицу в 1943 году. Выслушать отчет о работе главы и администрации района собрались жители, почетные граждане, ветераны, руководители, работники, организации учреждений, депутатский корпус, духовенство и казачество. В работе сессии приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Созыва Владимир Синеговский, министр экономики Краснодарского края Александр Рупель и депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края Андрей Куемжиев Сергей Орленко. С отчетом о проделанной работе главой и администрации Северского района за 2017 год перед присутствующими выступил Адам Джарим. На открытой сессии Совета района говорили о достижениях и о проблемах, которые стали носить уже общий краевой характер. В докладе главы важные показатели цифры, которые отражают стабильность в социально-экономическом развитии муниципалитета. Значительных успехов достигли аграрии. Северский район во второй раз подряд занял первое место по уборке зерновых и колоссовых культур. Говорил Адам Джарим и про инвестиции, промышленный сектор, здравоохранение, о развитии курортно-туристического комплекса, о достижениях спортивной и культурной жизни района. Глава района подчеркнул, что те результаты, которых удалось достичь в 2017 году, это итог совместной работы с депутатским корпусом, администрациями городских и сельских поселений, руководителями организаций и населением. Поэтому анализировать результаты и строить планы на будущее, конечно же, необходимо всем вместе. Адам Джарим выразил глубокую признательность жителям Северского района за доверие, а они, в свою очередь, еще раз обратились за помощью в решении тех или иных вопросов. Спасибо вам за ярмарки, за все, но проблемы существуют с реализацией нашей продукции. И в связи с этим хотелось бы спросить, существует ли программа и проект какой-то по созданию фермерских двориков. Планируется выделение участка в городе Краснодаре. Естественно, у каждого района будет своя территория. Обязательно мы попадем на эту территорию и предоставим всем желающим, чтобы можно было торговать своей продукцией. Обязательно в этом году это будет. Рассказал собравшимся об обстановке в регионе в целом министр экономики края Александр Рупель. Отметил, что Кубань занимает лидирующие позиции. А депутат Государственной Думы Владимир Сенеговский выразил свою готовность оказать помощь в решении любых проблем. Депутаты Законодательного собрания и районного совета, озвучивая оценку работы главы и его аппарата, подчеркнули, что при напряженной обстановке в стране, в Северском районе остается спокойная и стабильная межнациональная политика. За семь лет правления Адамом Джаримом район стал одним из предовых районов края. Именно он сумел объединить власть и людей для достижения таких показателей. Самую объективную оценку главе муниципалитета сегодня ставят местные жители, которые, как никто другой, замечают любые изменения в родных станицах и поселках. В Северском районе все нормально. Конечно, много у нас есть недостатки, но они кругом есть. Джарим мне очень много помогает. Я ему благодарна. Вот я благодарна Владимиру Ильичу, Джариму, главврачу больницы Северской. Как житель поселка Ильского могу однозначно сказать, что очень много поменялось в лучшую сторону. Я три года служил в Севастополе. Прибыл в конце прошлого года уже непосредственно в дислокацию поселка Ильского. Я думаю, что коренной ильчанин. Приезжал было, конечно, хорошо, но сейчас намного лучше. Тот же, например, больница. Детская художественная школа, музыкальная школа очень преобразилась. Преобразился очень стадион. Работники учреждений выразили слова благодарности за совместную, профессиональную и эффективную работу с районной и местной властью. Этот год для нашей школы был очень знаменательный и продуктивный. Во-первых, наша школа за лето приобрела новый облик. В нашей школе, наконец, отремонтировал спортивный зал. Приобрела новый вид наша начальная школа. Мы получили новую газель, которая дает возможность подвозить наших детей из других населенных пунктов в нашу школу. Мы очень благодарны главе нашего района за то внимание, которое уделил нашей школе. Благодарность приносим от лица нашего педагогического коллектива, родителей и, конечно, наших детей. Основная цель работы меня как депутата, власти нашей в районе, это же, конечно же, благосостояние наших граждан. Поэтому вся работа велась в тесном сотрудничестве, как и депутатского корпуса, и администрации, и поселенческих администраций. У нас очень тесная связь, и поэтому работа очень продуктивная. Я, как работник культуры, хочу сказать, что 80-летие Краснодарского края прошло красной нитью. Через весь год в нашей творческой работе и в работе нашего района наш коллектив, ансамбль «Азахчане», он был среди лучших признан в нашем районе. И нас удостоили такой чести побывать в Москве. Адам Шахмет Эджарим, наш руководитель нашего района, он, конечно, с его энергией и вот таким умением объединить всех, и объединить какой-то идеей прекрасной, которая вот воплощает нас действительно, глаза горят, и за ним идем мы все, чтобы свершить что-то прекрасное, хорошее для нашего родного района. В завершении работы сессии глава района Адам Джарим поблагодарил депутатский корпус всех уровней, глав поселений, администрации района, всех подразделений государственной власти, руководителей всех хозяйствующих субъектов, общественной организации, всех жителей, за поддержку и доверие, конструктивное взаимодействие, за плодотворную работу во благо нашей малой родины. Я благодарен всем, кто сегодня пришел на мой отчет, на наш отчет с вами. Давайте сделаем некую перезагрузку и дальше пойдем по нормальной дороге, где благополучие, достаток, тепло и уют. Прежде всего, жителям района и прежде всего, нашим детям и внукам, чтобы у них было великое будущее. В рамках празднования 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков в детском саду номер 8 поселка Черноморского состоялся смотр-конкурс военно-патриотической песни, посвященный памяти павшим и живым героям Великой Отечественной войны. В музыкальном зале детского сада собрались дети, родители, педагоги и почетные гости. Открыли конкурс самые маленькие участники. Стихи и венский вальс в их исполнении перенесли зрителей в эпоху того времени и никого не оставили равнодушным. Все по-взрослому, в форме, с военной выправкой и строевым шагом, кто как умеет, старались коллективы всех групп. Здесь и пехотинцы, и летчики, и танкисты, и спецназовцы, и моряки, и пилоты. Звонкие голоса и трогательные песни. А ребята подготовительной группы в настоящих кубанских костюмах с задором и невероятными эмоциями под бурные аплодисменты исполнили песню «Эх, казаки!». Завершающим ярким конкурсным номером стало выступление старшей группы с песней «Россия». Эта песня помогает воспитывать маленьких патриотов. Песни, которые были, есть и будут, ярчайшей страницей духовного богатства России. Страницей, которая наполнена надеждой, оптимизмом и глубокой любовью к родине. Песни военных лет. Сколько их прекрасных и незабываемых. И есть в них все. Горечь отступлений в первые месяцы войны и радость возвращения к своим. Картины жизни солдат, рассказы о боевых подвигах наших земляков. Если бы сейчас послушать все лучшее, что создали поэты и композиторы в те годы, это была бы музыкальная антология истории Великой Отечественной войны. Детей надо с малых лет воспитывать, любви к своей родине, быть патриотами. И потом уже, когда вырастут, чтобы они знали, что Россия – это лучше всех. Вместе с почетными гостями малыши и педагоги выпустили в небо шары памяти в честь тех, кто, защищая русскую землю, не вернулся домой. Особую благодарность коллективу детского сада за организацию мероприятия выразили родители. Я очень благодарна нашему коллективу детского сада, как было проведено. Все было очень организовано. Были приглашены ветераны, которые уделили нашим детям время. Они подарили им такое солнечное настроение. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в детско-юношеской спортивной школе Станицы Северской состоялись районные военно-спортивные соревнования «Служить России суждено тебе и мне» среди молодежи нашего района. Приуроченные к 75-й годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков соревнования посвятили памяти героя Советского Союза, нашего земляка Семена Соболя. В торжественном открытии мероприятия приняли участие представители районной администрации, ветеранских организаций, командование 90-й ракетно-зенитной бригады, расположенной на территории района. «Середко каждого детского человека, детства, живет очень много, в том время, в малой роде. Мы чтим память о тех, кто уложил свою жизнь военную от нашего сегодняшнего, земного, настоящего. Дорогие ребята, очень отраганно, что сегодня соревнулись и покажем, что ваше будущее, ваше будущее, ваше будущее. Перед началом соревнований в торжественной обстановке в ряды юных армейцев приняли новых членов Всероссийского патриотического движения. В соревнованиях приняли участие учащиеся средних и старших классов школ, городских и сельских поселений, солдаты срочной службы. По программе соревнований юношам и девушкам нужно было пробежать эстафету, собрать и разобрать автомат, снарядить магазин патронами, попасть в цель из пневматической винтовки и сделать это быстрее и точнее соперников. Все это хорошая подготовка к службе в армии. Готовиться к физической подготовке и почаще ходить в походы, потому что в армии можно ожидать всего и в какой ситуации оказаться нельзя всегда предупредить. Отрадно, что среди участников состязаний немало представительниц прекрасного пола. Девушки, прошедшие все этапы военизированной эстафеты наравне с ребятами, считают, что это хороший старт для тех, кто решил связать свою взрослую жизнь с профессией защитника Отечества. Мы занимаемся туризмом, мы хотели показать себя, что мы многое можем. Мы планировали поступить в летное училище, и это там пригодится нам. Соревнования проходили до позднего вечера, и атмосфера на всем мероприятии была очень дружественная и праздничная, а потому можно с уверенностью сказать, что проигравших среди участников нет. Кирилл Колодкин, Алексей Концесвитний, телерадиокомпания «Атаман». В Доме культуры Станицы Северской состоялся районный музыкально-поэтический конкурс «Песня в солдатской шинели». Учащиеся школ района представили зрителям и членам жюри свои конкурсные номера. Участники выступали в двух номинациях – инсценированная песня и выразительное чтение. Творчество военных лет было разным и многогранным. Написанные с болью и скорбью стихи о тяжелых фронтовых буднях смешались с залихватскими солдатскими песнями, полными надежды и веры в светлое будущее. Люди должны были и грустить, и веселиться, и всегда им в этом помогали песни. Знакомство с историей через искусство и эмоции, возможность прикоснуться к великому, но в то же время страшному прошлому нашей страны – один из важнейших этапов патриотического воспитания молодого поколения. А главное – донести до каждого то, что события тех тяжелых лет не должны повториться. И хотя сегодня дети, в черных красах на планете, и под этим небом синим, будет в мире все красивым. Конкурсное жюри оценивало ребят по различным критериям – вокальные данные, актерское мастерство, артистизм, работа с образом, использование реквизита и костюмов. Но даже несмотря на жесткую систему оценок и соревновательный формат, атмосфера состязаний и конкурсной борьбы отошла на второй план, а на аванс-сцену вышло понимание важности происходящего – то, что объединяет всех нас и касается каждого в отдельности. Если у народа нет прошлого, стало бы, у него нет будущего. Наше будущее – это наши дети. В Центре развития творчества детей и юношества Станицы Северской прошел районный конкурс исследовательских проектных работ среди школьников «Дорогами бессмертного полка». Основной целью конкурса стало изучение истории своей семьи и малой родины. Участники представили на суд жюри конкурсные работы, в которых раскрыли историю освобождения своего поселения от фашистских захватчиков. Сообщили об интересных фактах и событиях освобождения Станицы, поселка и края. С гордостью рассказывали юные поисковики о фронтовом и жизненном пути своих прадедушек и прабабушек – ветеранов, живущих в Северском районе. Видимых ран войны почти нигде не осталось, но в памяти и в сердцах людей они сохранились. Все еще кровоточат, заставляют страдать. Одна из основных задач нынешнего поколения – это передать эстуфету памяти, показать величие и самоотверженность подвига людей, завоевавших победу. Участниками конкурса была проделана большая работа. Теперь собранные материалы займут свое почетное место в школьных музейных уголках и семейных архивах, еще раз подтверждая, что никто не забыт и ничто не забыто. Все свое, все натуральное – главный аргумент продавцов, занимающихся нелегальной торговлей продовольственными товарами на территории района. Знакомые каждому бабушке с корзинками, у которых можно приобрести различные продукты питания, от свежей рыбы до овощей и кисломолочной продукции, на протяжении многих лет ждут своих покупателей, как это и происходит у входа в центральный рынок Станицы Северской. «Стихийная несанкционированная торговля, она уже долгое время проходит на улице Народной, прямо на центральном входе в рынок с улицы Народной. И это очень мешает нашим покупателям. Дело в том, что вся продукция, которая там реализуется, она не проходит анализ, то есть она непроверенная. Молоко продается с больных коров, непонятно, какого происхождения рыба, птица и так далее». Продукция из личных подсобных хозяйств или же добытая собственноручно предлагается жителям Станицы с импровизированных прилавков на открытом воздухе, что, конечно же, неприемлемо. Реализация продуктов питания, согласно нормам, требует определенных условий, которые Северский рынок готов предоставить. «Мы неоднократно приглашали, пожалуйста, приходите на рынок. Для этого у нас выделено на сегодняшний день 16 социальных мест бесплатных, абсолютно бесплатных. 6 мест вот позади меня, 6 мест здесь, и 10 мест на открытом участке, тоже под крышей. Но единственное условие, чтобы встать на это социальное место, это необходимо проверить свою продукцию в ветлаборатории, чтобы мы должны гарантировать, что человек, который приобретет у них товар, то есть он не заболеет ничем. И люди должны понимать, что то, что они покупают за пределами рынка, они очень рискуют своим здоровьем». Безусловно, овощи с соседнего участка или рыбы, выловленные несколько часов назад, могут быть прекрасной альтернативой продуктам с надписями «Пастеризованное», «Замороженное», «Консервированное». Но отсутствие гарантии качества и безопасности товара – это риск, на который идут и продавцы, и покупатели. И хорошо, если платить за этот риск придется только рублем, а не собственным здоровьем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова